Всем огромный привет! Я сегодня буду снимать влог. В кадре меня не будет, потому что мы уже, наверное, я уже вторую неделю сильно болею с температурой, кашлем и так далее, поэтому и ночью очень плохо сплю за кашля, и насморка в том числе, так что видео сниматься в этот раз точно не буду. Ничего хорошего, у меня даже сил по большому счету нет, чтобы накраситься, да в порядок себя привести. Женя с Ольбом пошли на улицу, ну точнее они пришли к бабушке, она здесь через два дома живет, а я осталась, хочу блины пожарить, ну и дома просто чем-то позаниматься. У нас там, смотрите, вот тут скорая помощь стоит, не знаю, к кому приехала, потому что, ну у нас всего здесь два подъезда, и там, не помню, есть кто-то пожилой или нет, но не обязательно живу пожилых, конечно, проблемы, особенно сейчас в наше время. Как раз хотела посмотреть, как телефон вот в темноте снимает, ничего так, мне кажется. Ну, по крайней мере, на телефоне смотрится ничего, не знаю, как в жизни будет на компьютере, посмотрим. Гирлянду мы оставили, потому что, ну, я сказала, что, в принципе, мне нравится, когда она круглый год висит, и Лёва здесь уже что-то заплел. Эта гирлянда очень длинная, намного длиннее, чем наше окно, вот это вот, поэтому здесь в запасе висят еще вот такие вот скрученные кружочки. А так я прям вообще обожаю эти гирлянды, очень довольна. На следующий год новые обязательно закажу штук пять точно, чтобы везде повесить. Ну, и давайте начинаем блок. Итак, пока у меня есть запал, нет температуры, я решила убраться и стол протереть. Стол, который мы покупали, когда въезжали на эту квартиру, конечно, на заказ нам делали. Я обожаю этот стол, ничего сказать не могу, он такой огромный, сколько получается, два метра где-то. Очень удобно праздники справлять. Но вот из-за того, что он такой рельефный, это я уже набрызгала здесь средство, забивается и он становится грязным, вон даже там, поэтому приходится довольно часто его протирать. Можно было бы положить, знаете, есть такие пленки силиконовые, да, по-моему, толстый такой слой, и можно ее положить сюда, вот, но как-то не знаю, не знаю точно, сколько на такой огромный стол она будет стоить, думали мы над этим, либо его нужно отшкурить, чтобы вот как раз вот этой вот фактурности у него не осталось. Тогда, в принципе, и проблем не будет. Ну, в общем, пока так. Вот, вкрутила себе лампочки, обычно мы с таким светом не сидим, потому что, я не знаю, я вообще не переношу слишком яркий свет, но сейчас ничего не вижу, поэтому, особенно вот с температурой, а сейчас ничего не вижу, поэтому пришлось вот включить. Так что буду сейчас убираться, потом все назад сюда поставлю. В общем, дело у меня, как всегда, они ушли, в принципе, я могла бы отдыхать, но просто так тоже лежать, не очень, да, охота чувствовать, еще больше себя больной. Так, ну все, стол протерла, стулья протерла. На столе оставила самое важное, это салфетница с Алиэкспресс, потом с разными соусами, ну, которые там в холодильнике не обязательно хранить. Ну, вот эти вот лучше, конечно, желательно, но пока не в холодильнике. Кстати, вот эта у меня мельница тоже с Алиэкспресс, отлично уже, я не знаю, сколько, несколько лет, наверное. Дальше органайзер для пультов от проекта с Алиэкспресс, это тоже с Алиэкспресс у меня. И вот эта мисочка, ну, не мисочка, а как ее сказать-то, короче, ну, такую штуковину я заказывала, вот мне совсем голова не соображает. В общем, такой, вообще написано на Алиэкспресс было, что это поднос, пускай будет поднос для булочек, печенья, пряников и так далее. Вот все, что нужно на столе оставила, все остальное убрала. Сейчас надо подумать, что делать дальше. У меня там стирка закончилась, наверное, в сушилку белье положу, но она очень громко работает, придется ее чуть-чуть попозже включить, иначе будет мешать мне снимать. И еще были у меня вот такие вот недавние покупки для кухни. Кухню мы пока менять до лета точно не собираемся, я уже в каком-то из видео говорила, что, ну, пока терпит она, в общем, а летом посмотрим, может, в Икее составим какую-то кухню, ну, либо где-то еще, не знаю. Так, и, значит, поднос, это, вообще, мне эта марка очень нравится, это Маку, такой я уже покупала лет 5 назад, наверное, потом мы как-то отнесли его на дачу, когда делали шашлыки и забыли про него там. Он на улице остался, в общем, его так раздуло, потому что, ну, от сырости, то ли дождь был, в общем, нельзя было уже назад домой вернуть, мы просто выбросили ее, точнее, и вот я купила еще одну такую же, большую, очень они мне нравятся, красивые такие, на кухне очень красиво смотрятся, и вот такой вот поднос я заказывала, ну, на сайте, где обычно всякое заказываю, одежду, там, обувь и так далее. Тоже очень красивый поднос, ну, это для того, чтобы, там, гостям кофе принести, ну, или себе кофе принести, не знаю, в общем, тоже очень красивый, был такой же бордовый со слонами, но мне почему-то вот это понравилось, может, у меня что-то на кухне, в принципе, такое же будет, под такой же стиль, еще не знаю, но сейчас он, вот у нас на кофемашинке вот этой храницы, меня спрашивали в каком-то видео, работает ли эта кофемашина еще, ну, конечно же, работает, а что с ней будет, я хоть и заказывала ее на Алиэкспресс, но это какой-то официальный бренд, Биоломикс, наверное, так читается, вот у меня от них еще и Аэрофритюр, тоже потрясающая вещь, мы постоянно им пользуемся, вообще абсолютно никаких нареканий, так что, да, вот этой техникой я очень-очень довольна осталась, вот так вот, да, и поднос у нас вот здесь вот наверху обычно стоит, вот так, все, и на нем вот лежат все эти вот приблуды для самой кофемашины, можно сюда сахарницу поставить, вот пару кружек, из которых чаще всего пьете, ну, точнее, мы пьем, так что вот, такие дела, так, ну, все, да, пошла дальше, какие-то дела другие делать, и вас тоже с собой возьму. А еще, знаете, самым своим классным приобретением я считаю сушилку, вот мы покупали от марки Вирпул, и на самом деле с ней, точнее, все в разы быстрее, и пыли дома намного меньше, единственный у нее такой минус, ну, лично для меня существенный, это то, что она достаточно шумная, вот, а в целом могу сказать, что просто она супер, так, я не знаю, сейчас стоит, а вот разбойки, здесь можно блокировать кнопки, чтобы ребенок не нажимал, и здесь вот, как вы видите, есть много-много программ, я обычно беру вот эту программу, вот это вот хлопок Эко, 3 часа 14 минут он сушит, вот, и сколько энергии потребляет, а вот это вот, я не знаю, до конца еще мы с ней не разбирались, но в целом я особо никакие функции не использую, она на 9 килограмм, и вот сейчас я буду сушить постельное белье вместе там с некоторыми вещами, здесь есть, по-моему, даже отдельно функция для постельного белья или крупного белья, вот, сейчас послушайте, как она работает, цикл стартовал, все на русском, уходит здесь, трется, Соня, что тебе надо, что-то грязное тут, так, ну, вот, примерно она вот так вот работает, может быть, это не слишком громко, но вот за эти 3 часа просто тупо устаешь слушать вот этот вот фоновый шум, а так я, конечно, вообще очень-очень ей довольна, так что всем, вот, рекомендую эту марку, классная она. Так, все, с кухней, бельем я закончила, теперь льва комната, в последнее время он молодец, более-менее порядок, это здесь я немножко уже прибралась, на полу было чуть-чуть разбросано вещей, но не так критично, потому что сейчас я постоянно слежу за тем, чтобы он все-таки за собой вещи убирал, но в период болезни, конечно, я за ним убирала, хотя разбрасывал он так, как будто он вообще и не болеет. Так, я тут хотела показать, чем в последнее время заинтересовался, я недавно заходила, у нас есть, ну, типа, секонд-хенд, и там продается одежда и разные вот такие вещи, типа, конструктора, я даже не знала, что там игрушки есть, это Женя ходил туда смотреть рабочие штаны, там иногда привозят из Скандинавии рабочую одежду, ну, знаете, такие фирмы, ну, короче, типа, Black Leader, ну, вот в этом роде, в общем. И вот он ходил и сказал, что там есть такой конструктор, в общем, деревянные кубики, я пошла и купила для льва, очень-очень, это уже тут другое намешалось, ему очень понравилось, он из него что только не делает, я если не сказала, он из дерева делает и ракеты, всякие дороги для машин, и на этом ковре что-то выстраивает вечно, и еще заказывала, вот я на Алиэкспресс, вот такой магнитный конструктор, очень жалею, что взяла только 36 деталей, но мне нужно было просто посмотреть, насколько он ему будет интересен, и этот магнитный конструктор тоже нам зашел, я сразу заказала еще комплект, так что теперь он еще и магнитным конструктором занимается, вообще, и Лего, ну, в общем, он на самом деле много во что играет, но вот сейчас вот в фаворитах вот эти вещи, магнитный конструктор он даже берет с собой в кровать, там, пару штучек, пока я читаю книгу ему на ночь, вот он там что-то тоже строит из двух-трех частей, там, тут треугольнички, ну, здесь можно даже из трех частей, можно какой-нибудь домик построить, в общем, он, магниты достаточно хорошо, вот меня спрашивали в инстаграм, когда я выставляла, как держатся магниты, хорошо, здесь можно даже, ну, сейчас я одной рукой, конечно, не это, не смогу построить, но держатся они, вот, довольно крепко, так что я заказала сейчас, знаете, с этой сосновой, как у машинок вместе с колесами, чтобы можно было машинки строить, там есть и можно большой такой аттракцион делать, в общем, классная вещь, они, в принципе, безопасные, я не знаю, я нигде ничего про них плохого не слышала, хотя в инстаграм там девочка мне писала, что, где-то она читала, что это опасно, я думала, что это все-таки про магнитный куб, он, да, опасный, а здесь я пробовала разломать ее, ну, нет, невозможно, ну, по крайней мере, моими силами так точно невозможно, так что, эту вещь вот, могу тоже порекомендовать. Так, я иду в магазин, время уже достаточно поздно, ну, 8 часов, не прям так поздно, но получается, что Женя с работы пришел, и вот теперь я иду в магазин, предлагал сам сходить, но так хочу прогуляться, а то весь день с ребенком дома сидим, больные, я думала, уже зима закончилась, но нет, до сих пор продолжается, опять снег начал идти, и вон сугробы какие, телефон так хорошо в темноте снимает, не знаю, как на компе будет, конечно, но посмотрим, так что вот, ну, на улице красиво, тихо и не холодно, мне кажется, не знаю, может, один градус, ну, может, это мне в моей кубке, из кожзама жарко, там у нас вдалеке фонарики, это стадион строит, будет у нас стадион, так что посмотрим летом, не знаю, когда они закончат, конечно, посмотрим, красивое здание, светится в темноте, а там вообще светло, меня Женя вообще не любит в такие, в такое время отпускать магазины, это типа поздно, страшно, за счет может быть страшно, здесь каждая собака тебя знает, и ты тоже всех знаешь, ой, я вообще забыла, зачем я иду, я же тут за посылками, потому что они скоро уйдут, до 25-го будут лежать, поэтому я иду быстрее собирать, так бы я в магазин-то и не пошла, потому что дома все есть, ну, вот посылки надо забрать, вот иду в тот магазин, и там как раз у нас все почтовые аппараты стоят, три штуки прямо на одном месте, кстати, это очень удобно, самый-самый крутой у нас аппарат вот этот первый, который стоит, сейчас я до него дойду, покажу, Лёва мне попросил, чтобы я ему купила мототак, мото, это же, ну, короче, монстр трак, так что, Лёва попросил, чтобы я ему монстр трак купила, еще, так что, вот аппарат, здесь посылки, первый, но мне не в этом. Так, девчонки, сейчас вам еще покажу свои посылки с разных интернет-магазинов у нас в Эстонии, и, наверное, буду заканчивать свой влог, потому что, на самом деле, после последних событий нет особо настроения у меня снимать ничего, вот, и так как я в самое начало влога снимала еще пять дней назад, все еще так нормально было, а сейчас постоянно мысли одни в голове нехорошие, вот, так что сейчас покажу и, да, наверное, закончу свой влог уже на сегодня, потом буду, у меня черный пакет стоит, вещи туда складываю, чтобы выбросить. Так, посылки я заказывала, как я уже сказала, из разных магазинов, это и мембершоп, с которого я обычно заказываю, заказала там вот такое постельное белье, стопроцентный хлопок, по-моему, это на полуторку, 160 на 220 у нас есть такие, ну, такое одеяло, поэтому вот решила заказать с оленями взяла, вот, как мы любим. Дальше заказала льву постельное белье, так как мы ему новую кровать купили, ну, точнее, которое еще в апрель только придет, но вот я постельное белье уже потихоньку заказываю на большой размер, ну, побольше, вот здесь вот как раз внутри показано, какое будет постельное белье с такими планетами. Вот, все не разрешала, ему так хотелось развязать, мама, ну да, я говорю, нет, я сначала видео покажу, потом тебе разверну его, хотя зачем сейчас, у нас нет пока одеяла такого размера. Дальше я заказала вот такой огромный хлопковый плед, это вообще очень огромный плед, 220 на 260, что ли, просто кровать накрывать сверху, вот, красивый такой, с кисточками, но потом я постелю, если не забуду, вам покажу. И взяла себе спортивные штаны, вот такого бежевого цвета, все надеюсь найти спортивные штаны, у которых не вытягиваются коленки, обычно вот так на улице носить, потому что все, что я заказывала, через некоторое время коленки становятся вытянутыми, поэтому вот взяла поменьше размер S, но это обычный мой размер, который я ношу, потому что до этого брала M, может, видимо, поэтому и вытягивались они. Вот, но обычные штаны, так что ничего интересного, это я из такого магазина типа аптеки заказывала, потому что там были витамины, но рыбий жир дешевле на 6 евро, чем сейчас у нас очень сильно цены. Я не знаю, вот витамины, допустим, я раньше их брала за 20 евро, теперь они стоят 25 евро, капец, сейчас я открою и включу опять. Так, ну давайте смотреть, что я там заказала. Это магазин эстонский, My Look называется. Решила я там попробовать карандаши для губ, еще вот каких-то таких похожих цветов, как я люблю. Это марка Lovely, не знаю такую, это какая-то новая появилась на сайте. Вот я решила заказать, потом посмотрим, как выглядит этот карандаш. Я уже вижу, что он мне темный. Где Фокус-то? Catrice, это Catrice. Бюджетно там стоил, что ли, около 3 евро. Закончился у меня клей, я всегда беру только такой, я уже говорила, потому что оно лучше, чем этот клей, нет ничего, но лично для меня. Дальше я взяла Жене, мы обычно вот берем ему вот такую помаду, пасту, воск для волос, чтобы он делал, причем у него такая стрижка, которая требует укладки, поэтому вот такой беру. Он, по-моему, стоит 10 евро, но тоже на него была скидка, вот поэтому я взяла. Классная вещь, если вам нужен подобный продукт, сильной фиксации, вот советую присмотреться вот к этой марке. Взяла попробовать мицеллярную воду от Garnier, я такую вообще не пробовала, это с какой-то розовой водой, стоило 6 евро. Дальше взяла вот такой вот праймер от Catrice, тоже хорошие отзывы почитала на него и решила попробовать. Пока еще ничего сказать не могу. Дальше взяла новый вот такой консилер от Maybelline, 30 часов Superstay, попробую, скажу, но по цвету вижу, что уже мой. Если что-то пробовали, можете тоже написать. Ой, случайно я, блин, хотела одну или другую выбрать, но получилось, что я взяла сразу две мицеллярные воды, но этого много не бывает, потому что косметику стираешь. Дальше я взяла вот Catrice, как появилась у нас в интернет-магазине, я вот сразу решила взять тоже некоторые вещи попробовать, он тоже бюджетно очень стоил. Это жидкий камуфляж, уже такой популярный нашумевший продукт в свое время. И так, и последнее, что у меня осталось, это два вот таких небольших гель-лака. А я забыла, что я их заказала, и поэтому вот уже накрасила таким темно-бордовым. Ну ладно, ничего, потом перекрашу. Так, и последняя моя посылочка, это, как я и сказала, с интернет-аптеки. Сейчас, не знаю, открою я одну или нет. Ну это не совсем аптека, там, хотя, наверное, нет, это вообще-то аптека, потому что у меня косметика разная, аптечная продается, биодермы, там вот этих марок. Ой, не, наверное, и мены повырезали от напряжения. Так, ладно. Моя платежка. Вот, сейчас покажу, вот про эти витамины я говорила. Вот эти я беру, очень хорошие, льву очень нравится. Здесь 45 штук гелевых рыбок, и они не воняют рыбьим жиром, плюс здесь еще витамин D. И я отдельно покупаю вот такой вот витамин D, вот эти две таблетки, плюс одна вот такая в день, они как раз помогают, пакет какой-то прилип, они как раз помогают вот дойти до нужной нормы в день. Очень вкусные таблетки, сама их иногда ем. Дальше, что это я там заказала? А, это просто 90 таблеток мультивитамины. Это для нас, Жене, я заказала. Тоже пора пить, потому что чувствую, что и магния как-то не хватает, и сны тревожные, в общем, все такое. Вот, ну, от дневной нормы здесь показано сколько процентов. В общем, нормально. Вот цинк 120 процентов. Чем-то еще можно потом 50 процентов D3. В общем, нормально все. Дальше. А, ну вот капли заказала, тоже там были по скидке на всякий случай. И вообще взяла нурофен. Тоже за, по-моему, евро 50, что ли, он стоил в аптеке, у нас намного дороже. Вот и весь мой, получается, заказ. Вот такую бумажку дали. Так что, вот такие у меня были посылки. Скоро придет, ну, скоро вот, не совсем скоро, в апреле придет стол и придет кровать, и мы же тогда будем переезжать, тоже буду снимать. Ну, до апреля, конечно, тоже кое-что поснимаю, потому что у меня сейчас, я уже говорила, посылки идут с Алиэкспресс. Вот, так что следующее видео, может, до посылок еще влог какой-нибудь сниму, а потом уже будут и посылки. Интересные, кстати, там очень, на мой взгляд. Так что, спасибо огромное за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите про косметику, потом в другом видео расскажу отдельно уже. И увидимся в следующем видео. Пока!